Всем и любовь Твоего, славы Ваши Господи, преклоните Тебе Господи. Благодаря ищи, чужой, меча и велолюбия, иди народа, насыка Твоего, иди благослови, иди, что пресвятый Господи, уже во творящих Твоим Духом, ныне и пристой, и вовремя, и вовремя. Аминь. 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 и Святого Духа. Бытие, 1 глава, 26 стих. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пристыкающимися по земле. Это начало из Святой Библии, 27 сентября 1962 года. Я впервые в жизни, в 23-летнем возрасте, получил эту книгу в руки. Спустя некоторое время мне ее подарили. И вот 53 года я обникаю в нее. Слово Божие говорит, исследуйте Писание. «Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5,39. Мне не хватило полвека разобраться с одним стихом, как Святой Памбал говорит. Что здесь сказано? Слово нашему с большой буквы усматривает в этом указание на три лица Святой Троицы. По образу нашему и по подобию нашему. Вот этот стих как раз указывает, будьте святы, как я свят, говорит Господь. Слово святость охватывает все от рождения до смерти. От сотворения мира и до окончания мировой истории. Была доисторическая вечность, наступит поисторическая. И все во всем. Альфа и Омега, наш Господь. Он начало и конец. Чтобы узнать, как Он творил человека, и почему мы должны сохранить этот образ, нужно вникнуть в Библию. Я приведу 40 с лишним мест Священного Писания, которые раскрывают практически только одно качество Бога. А имен у Бога исследователи находят свыше 500. То есть Бог так сделал, что куда не обратив взор, все кричит о Боге. Он славен, Он дивен. Кто сотворил то, что окружает нас? Бог. Взяли виноград. Я есть виноградная лоза. Взяли хлеб. И Он и говорит, царство Божие подобно женщине, которая положила, в примеру, муки закваску. Это царствие Божие подобно. Вот размышляя обо всем этом, ты сколько раз хлеб пек? Ты разумеешь, что это означает? Так разумеем только поверхность, только чуточку. Что делает там дрожжи? Это тайна. Тайна по сегодняшний день и открытая ученым. Люди не могут создать, имея все данные, простое молоко. В нем 96 элементов насчитали. Ты посмотри, когда вскрывает корову, когда забивает. Как там переворачивается? В желудке книжка называется у ней. Пробовали делать. Такие же травы заложили, молоко зеленое. Никаким образом белое не получается. Кормят скотину, скотина погибает. Тайна, тайна вокруг, во всем. А мы сказали творец. А вот человек, творец, он создал что-то. Есть такое слово, которое не практикуется, называется самосущественное. То есть, происхождение от чего-то. Мы говорим, в этом человеку любовь. А от кого? В природе нет закона любви. Нет. Здесь закон выживания, уничтожения. Господство сильного. Здесь низшее господство. Далее мы считаем в Святой Библии такие слова. Бытие 5.3. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему и на легкий ему имя Сиф. Говорят, душа по природе христианка. Тартурянку приписывают. Адам уже рождает по образу своему. И когда говорят, что душа по природе христианка, мы должны задать вопрос, по какой природе? Она язычница. Она стремится к тому, чтобы поесть, подольше поспать, что-то взять. И мы видим, в чем мир погибает. Мамона царствует. А Господь прямо положил предел. Не можете служить Богу и мамоне. Не получится. Потому что одному станешь усердствовать, а другому не родить. А кто мамоне не служит? Зайдите в церковь. Я буду говорить только о церкви. Про мир и так понятно. Торговая точка. Отсюда вывод. Христос еще не заходил в храм? Вы знаете, что он сделал? Никого не бил, кроме торгашей и храмовых. А прокинул, раскидал. Тут не надо ничего толковать. Почему? Он говорит, это дом мой. Его дом. Он хозяин. И если он не хозяин, тогда можно торговать. Три торговых точки поставить. А скажи, спроси архиерея. От тебя это зависит? Да ты можешь прекратить, чтобы храм не торговала? Не получится. Мы это испытывали. Народ вест толпился у дверей. И дальше ничего нет. Благощины заметался в алтаре. Что случилось? А ничего. Торговки вышли. С ними человек один побеседовал. Они говорят, мы больше не будем торговать. Служба остановилась. Значит, кто здесь главный был? Мамона. Деньги. Желтый телец. И глаза пожелтели от него. Ну, начни немного смотреть. Написано, приблизил царствие Божие. Где? И Ангеллатаус говорит, он царь старей. И в лице его называется царство. Царство без царя не бывает. Приблизилось в лице Иисуса Христа. Написано, приблизилось. В иных языках переводится оно. Под рукой. Как бы уточняет, приблизилось еще непонятно. Только руку протяни. Близко спасение к человеку. Но нужно отречься самого себя. От ветхого, рожденного сипом. Я когда сейчас читаю Сиф, и думаю, не от того ли такой мир развратный сифиличишный? Сиф. Не по образу Божьему. А по образу Божьему мы должны узнать образ Божий. Коснусь только одной стороны, которая чуть-чуть приоткрылась на молитве. Свобода. Я долго искал святых отцов. Об этом что-то Григорий говорит низкий. Чуть-чуть златоуст касается. В глубину почему никто не заглянул? Почему? Потому что все эти отцы уже были во время порабощения церкви в мирскую власть. Патриарши и императорские престолы сдвинулись вместе. Что благословит архиерей? Уже сын Констанции, Константина Великого, заходит на собор, руку положил на опес сабли своей. Я закон. Я канун. Вот теперь и решай, что будет. А в свободе, в свободе, вот мы сегодня отмечаем 16 сентября память Амфима Рекомедийского. А почему? Таких храмов нигде нет. Я проверял заубежное, православное. Нигде. Вон один. И может быть за 2000 лет один храм только назвал. Я не знаю. Начитывал когда-то жития святых. С трудом в советское время доставал книги. Начитывал и пленками наполнил Господь. Они начитаны и слушаются хорошо. Страну. Покатились за границу эти кассеты. И вот я нашел, что если бы в книгу Дениса записывали тогдашних служителей Богу, Амфимник Амедийский стоял бы на первом месте. Это единственный епископ за мировую историю, который всю церковь возвел на небо. А это не 3 человека, не 20 человек, как у нас в храме. 32 тысячи. Это огнепальный епископ. Он сам не знал, сколько епископов в городе. И только в трудный момент внезапно в храме обнаружилось 6 епископов. Мгновенно в крестиции. Никто не вышел. Выйди из храма. Лежит кусок мяса. Возьми, положи его на жертвенных. Ты свободен. Продолжай свою карьеру. Служи, кому ты служил. Рим предлагал. Признайте императора, как признает наша государственная власть. Приносите жертву своему Богу. Но один раз в году хотя бы положить Аполлону, Марсу, Венере, Асклипию не получилось. И весь мир восстал против церкви. Весь. Арены наполнились пылающими факолами. Рыком и львов. Но ведь это не два, не три. А в то время в Риме насчитывалось разных божеств, покоренных ими около полутысячи. Христианам предлагали. Вот ниша ставьте статуи своего Христа. Не получилось. Что-то пошло не так. Весь мир восстан на христианство. Мы не знаем ни одной религии из тех времен, а христианство стоит. Доверие Богу почему в свободе. Вот они свободны. Вместе с пламеньем огня, как Илья на огненной колеснице, вознеслась церковь в дни комедии на небо. Столичный город освободился от христиан. Но семя, брошенное имя, ибо кровь христиан всегда была семенем ее, взошла обильно. Она коснулась нас. И будучи в Нью-Йорке в 92-м году, я положил прошение назвать нашу общину новую в честь Анфиманика Медийского. И спрашивает, почему? Я говорю, у нас уже, вот у меня лагерь детский, 18 раз сжигали дотла. Да защитит он нас. По милости Божией мы стояли на грани исчезновения. Такие пожары валом шли со степи. Но Господь нас сохранил. Я просто немножко скажу о празднике. Душа по природе христианка, та, которая сотворена Богом. Богом, но не сегодняшней. Сегодняшнюю нужно учить. Евангелие от Марка 4, 30. И сказал, чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? То есть Господь вопрошает, что более доходчиво вам? Какой вам притчу сказать? То есть подобие Царствия Божия вокруг нас. И он начал приводить. Вышел сеять и сеять. Ну видели сеять или сеять? Иное упало там. Ну сегодня сеял. А тогда разбрасывали руками. Чему уподобим? Я говорю о слове подобие. По образу образ неизменный. Подобие теряется, его нужно восстановить через приближение к Господу Богу нашему Иисусу Христу. Деяние 17, 29. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что Божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Бог сам всему дает даяние. Мы, говорю, меня начальник такой-то. Слово начальник произнес. А откуда оно? Евреям 12 глава. Взирайте на начальника совершителя веры. А император какого ищет? Как Петр Первый говорил, вид подчиненного должен быть лихой и придурковатый. Чтобы его не сдвинули с должности. Такие учителя, рабы. А у нас программа такая, они не могут никуда отступить. Рабство греху задушило свободу. Мы сегодня коснемся свободы. Он есть свобода. Мы любим обращаться к Богу заученными фразами. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Владыка, благослови. Это к Богу обращаемся. Через земного Владыку. Но у Бога есть имена, которые никто не знает. Почти никто. Я их произнесу сегодня. Я повторяю, подтверждаю в словах, которые здесь считаются. Местами указаны в книге глава и стих. Я сторонник синодального перевода абсолютно никаких переводов не признаю. Переводили четыре духовные академии. Двое из тех, кто переводчики уже канонизированы. Это митрополит Пиларет и архимандрит Макарий Алтайский. Лучше этого перевода может в мире нет. Это говорят те, кто знает русский язык и другие переводы. И я привожу по синодальному переводу эти места. Римлянам 1.23. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, четвероногим пресмыкающимся. То и предан их Бог в похотях, сердецах, нечистоте. Так что сами они сквернили свои тела. Вот какое подобие. И это во всем мире. Избирают кого-то где-то постепенно, как Премудрый Соломон в книге Премудрости, хотя это не каноническая книга. Говорит в скорбях об утерянном сыне. Повелитель делает образ. Это делается обычным и, наконец, провозглашает божеством. Вот как рождались новые Боги. Римлянам 5.14.29. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными по образу Сына Своего, по образу и подобию. Тем предопределил. Нельзя быть в образе Божьем, кого он не избрал, не предопределил. Где эти молитвы сегодня, Господи? Соверши предопределение мне. Тот, кто слышит и имеет доступ к синоду, скажите, вы заседаете. Ну включите то, что необходимо. Сегодня два вопроса. Первый. Рождение свыше намертво исчез. И водительство Духом Святым. Два вопроса. И ты на небе. Два вопроса. Почему они затерты, забиты? Я говорю, что как по заезженной колее все идет. Тебе даю ключи Царства Небесного. Католики ухватили за это примат пап. С выше папы никого нет. У него звание половина листа занимает только. И на месте Бога, на земле. А почему не берете то, что никому из апостолов Христос не говорил, ты сатана. Отойди от меня. Эти же слова Христос говорит, когда сатана приступал к нему, строчка в строчку, буква в букву. Кого назвал? Верховного апостола. А почему? Причина. Ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. А мы говорим, мне человеческое ничто не чуждо. Так оно сатанинское, оно и не чуждо. По природе душа язычница. Она легко это хватает, берет. Это может научиться дети, глядя на нас. А по природе-то, если человек заражен болезнью, она может передаться ребенку в утробе матери. А вера передается только через то, что ты сам будешь. Нельзя родиться христианином от христианки. Хотя апостол Павел говорит, вера, которая обитала в бабке, в евнике, в матери Лаиде, она и в тебе. То есть она пришла через воспитание Тимофея, ближайшего друга из подвижника, святого апостола Павла. И мы произносим святого апостола Павла. Ну давайте дальше рассудим. Откуда в земле есть такая степень сравнения с чем-то и превосходная степень? Хорошо. У тебя хорошо получилось сравнение. У тебя лучше. А это наилучший. И вдруг это все появляется в том, что неприкосновенно. Бог свят и нигде больше мы не считаем, что он святее чего-то. И вдруг к человеку присваивается это имя святейший. Библия вообще об этом не говорит. Откуда? Слово святейший встречается только в два раза во святой Библии. У послания Иуда написано. Зидая себя на святейшие вери ваши. А какая вера? Подвязайтесь единодушно за веру евангельскую. Это апостол Павел увещает филиппийцам. Но мы присваиваем все себе. Иначе смысла нет считать. Филиппийцам 2.7. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. То есть подобие наше сохранить, вернуть, он сам сходит на землю. Через чрево Девы Марии Дух Святой зачинает и рождается он подобный нам. Такие же глаза. Все так же. Он ничем не отличался от нас, Христос, кроме греха, как апостол Павел говорит. И вот теперь на этот образ мы можем смотреть. Там непонятно Адам какой. Сколько он в раю был с Евой? Час, месяц, год. Но судя по всему, срок этот был небольшой. Потому что нашелся другой собеседник. Который увлек ее. Нам непонятны Божьи свойства. Ну Адам пал, ну и пусть пал. Причем тут я. Написано в Адаме все умирают. Сто миллиардов гробов. Войны, эпидемии, цунами. Все последствия греха того плода, который сорван. Да что Бог, это чудище какое-то уничтожает. А вот за эти слова ты и ответишь. Задают люди вопрос, которые не верят в Бога. Бог свят. И умершие людей потопом он показал любовь свою, говорит Ян Златоус. Смерть в водах самая легкая. А самая тяжелая от голода. Сказал святой Ян Златоус. Святой. Мы не добавляем святейший. Никаких слов больше нет. Даже Библию беря в руки, мы говорим, святая Библия. Холи Библ. Ничего больше нету. А попробуйте сегодня. От человека отнимите. Да мало еще. Святейшее святейшество. Все с большой буквы. Я и назову. Но он должен осознавать, что это не соответствует действительности. В превосходной степени ты не можешь быть выше Бога. Сотворили подобного человека. А разве патриархи в воду не будут, епископы не будут? Ян Златоус говорит, никого не боюсь, одних епископов. Епископам есть о чем подумать. То есть они при каждой встрече, находя молитвенников, должны просить. Только не забывайте меня в молитве. Как трудно мне спастись. Я встречаюсь с морскими людьми, где только не бываю. У нас момент был в этом году, что 21 сентября, может на число одно ошибаюсь, будет здесь на Алтае патриарх Кирилл. Московского патриархата. Первосвятитель. И мы услышали про это и написали туда. И удивительное дело. Обычно епархия любая, это как могила. Туда сколько ни пиши, я 50 лет писал, мертвое дело. Ответа ни одного нету, ни одного патриарха. А сколько я писал, о какой беде. А сейчас патриарх открытый говорит, приехал с Востока. Духовное разваливание состояния церкви. Могло быть иначе, если бы мы услышали голос Божий. И вот он, патриарх, приезжает сюда. А почему его не пригласить? Мы его любим. Мы желаем быть полезными ему. Я написал, тут возможность вам будет взглянуть на небо. Побудете среди, среди. А снайперов-то охрану вашу можно на каждой крыше посадить. Мы никого не боимся. Выходим ночью гуляем. Вас никто не тронет. Это место сосвященное. И удивительное дело, патриархия сразу же отреагировала и ответила. Действительно, это Игнать Итиханович пишет нам. Кто я такой? Откуда? Подтвердите документально. На документе. По форме. Мы за ночь все составили, с печатью отослали. Еще более удивительно. Через два часа они уже ответили. Он не свободен. Я добавляю свои слова. У него там побыть, осветить храм и до свидания. А зачем прилить? Тут свой митрополит он осветил бы. Ему главное должна быть встреча с народом. То есть патриарх сегодня это не апостол. Апостол как? Проповедовал. Дианисий обратился к Лиде. Торгующая Багреницей. Кескерш, обыкновенная. И она убедила зайти к нему. Самаряне убедили. Он вернулся к ним. Это невозможно. А возможно ли вернуться? Возможно. Зачем думать, что везде его только поджидают убить? От его убийства ничего не изменится. Каждый епископ сегодня 100. Да и новых может 100 рукоположить в один день. И все они готовы стать патриархами. Хотя внешне будут говорить нечисоже, вопреки глаголю. А иные с чемоданом грядерник ищут этого рукоположения. Образ Божий сохраняется там, где полное доверие Бог. Свобода там, где ты освободился от всего, что тяготеет. Почему Господь и сказал, не пренебрегая браком. Женатый заботится о мирском. Замужний о мирском, как угодить? А ты добавляй, никогда не угодишь. А не замужний, не потому что свободой может спать долго и выходные. А то, что он заботится о Божьем. Спешит на помощь к многодетным, к нуждающимся, к государственным деятелям. Не бойся, ничего не случится. И в конце жизни оглянешься и скажешь, благословен Господь, что Духом Святым коснулся моего сердца в тот памятный день. Когда я узнал, что я сотворен по образу Божию, который был запачкан, я хочу быть подобным ему. Второзаконие 7.8. Но потому что любит вас Господь, вывел вас Господь рукой крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона. Бог нас любит. Я могу свидетельствовать в своей жизни. Не было ни одной у меня молитвы, когда Господь бы сказал, не желаю слушать тебя, отойди, окаянный. Я сразу говорю, да, окаянный, со всем соглашаюсь. Но благослови Господи, ни ума не хватает, ни силы. И откуда что получается? Совершенно невероятные вещи делает Бог. Другие не верят, не может быть. На это я вспоминаю Григория Нискова. Люди верят сегодня только в то, что сами могут сотворить. Когда она рассказывает о чудесах бывшей сила святой сестрой Макрины. Иоанн, Евангелие 8.32. И познайте истину. И истина сделает вас свободными. Евангелие от Яна 14.36 говорит, я есен путь, истина и жизнь. Любая дорога напоминает о Христе. Путь и истина. Вне Христа не может быть истины. Ищут национальную идею, объединяющую. Мне приходилось быть на разных конгрессах. Там даже вариант номерской премии был. Ну, как плохо сегодня нет идеи, нет лозунга, который объединил бы русскую нацию. Я говорю, она есть. И вы знаете ее? Знаю и могу сказать. Четыре слова. Дети, воспитанные во Христе. Все меняется в государстве. Ни взяток не будет, ни коррупции, ни оборотней милиции, ни поддельных священников. Ничего не будет. Будет святость. Царствие Божие приблизится вплотную. 33 стих. Ему отвечали. Мы семя Авраамова. И не были рабами никому. Никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными. Вот сегодня я буду говорить, что патриарх не свободен, епископ в меньшей степени, а священник еще когда-то может побольше себе позволить. А тут все регламенты показаны. Может он порвать эти путы? Может. Кое-каких льгот лишится. Сказать, я хочу там быть. Конкретно с Патеряевки. Еще он не был на Алтае. Еще приедет. И Бог бы сотворил это чудо. И я заранее вам скажу, что мы молимся, очень просим Бога. Хотя ответ дали уже отрицательный. Но Бог силен. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Я не хочу быть рабом. Как в фильме Еремея. А Еремея говорит, ты уже раб. Ты уже делаешь то, что тебя просят подчиненные. Ты не свободен. И поэтому дела раба будете делать. Какие ему самые уничижительные. Цари иногда не хотели никого слушать. Но их пленили. И другой царь, такой как Артаксерс, заставляет царя там, которому пальцы отрубили, склоняться на колени каждый раз, когда он садится на коня. Подставка. Кажется, а есть как под моим столом все время, каждым обедом моим собирай крошки. Так делает Бог. Это случилось с Россией. Помазанник взят. Посажен в яму. Расстрелян. И церковь в конечном результате отреклась. И от царя уж потом канонизирует. И когда царь отрекся, какие поздравления епископу слали Временному правительству. То есть были не вместе, но вместе душили свободу. Библию переводят в 1876 году. Впервые. Да и то, кто ее имел-то. Ее сектанты и расхватали. У православных перекупили. Не знали Слово Божие? Матфея 6.24. Никто не может служить двум господам. Салом 137.2. Слово Твоё возвеличил Господь. Оно превыше всякого имени. У Него столько имен. Пастырь, Искупитель, Зиждитель. Но Слово Превыше всякого имени. 500 имен. Но Слово Святая Библия выше всего этого. Это и говорит Савмопевец Давид Духом Святым. Как превыше? А потому что все в этом. Все заключается в Слове Божьем. Ты узнаешь Его имена. Узнаешь, каким ты должен быть. Ефесянам 1.21. Об этом же говорит. Премудрость Соломона 18.16. Что означает Слово? Когда Бог посылает Слово, оно несет смерть. Написано. Касается неба и ходит по земле. Это речь шла об египетских казнях, но оно не потеряло силу. Оно сегодня такое же. Почему так противоречат люди Слову Божьему? Мне пришлось быть в тесных обстоятельствах, но Бог всегда давал мне Библию или Новый Завет Псалтирию. Когда говоришь, даже не все верят. Я говорил с исповедниками, со священниками, которые сидели. Это не может быть. Может быть. Когда пути человеку угодны Богу, он и врагов его примеряет с ними. Следователь отвечает. Ни одного слова не услышите, пока Евангелие не будет лежать передо мною. И все. Он два раза пришел, вернулся ни с чем. А задание другое. Власти дали указание. Пошел в КГБ, сказали, дайте ему Библию. Мы должны знать. Поверьте, я могу дать совет кое в чем. Свободу добыть можно. Даже сегодня. Но, может быть, кое-что придется оставить. Галатам 4, 26. А Вышний Иерусалим свободен. Он матерь всем нам. Мы идем в страну свободы. И туда идет только подобное. За смертью покаяния нет, говорит Иоанн Златоустов. Яемся с тем, что есть. Вот мы сегодня считаем себя облагодетельствием в буквальном смысле. Что приехал к нам митрополит, приехали священники, мы помолились. Мы могли и без них помолиться. Но это торжественнее. А далее беседа еще будет. Кое-что еще мы услышим. Что-то можем передать. Может быть, наш митрополит, называю наш митрополит, Сергий, патриарх ушепнет потихоньку на ухо. Владыка, Вас ждут и любят. В таком месте, где Вы ни разу не были. А что в Барнауле таких мест где угодно за границей найдете. А вот такое. Место, где только птицы да животные бегают вокруг. И несколько людей собрались, которые знают, что такое Бог. Священное Писание. А нам есть о чем будет поговорить. И кто слышит это, еще раз помолитесь. Патриарх может изменить график. Уперся бы сейчас, сказал, не поеду. И все отступились бы, сразу позвонили правителю. Что делать? Я знаю, что они близкие. Сказал бы, сделайте, как скажут. Поставьте охрану. Ничего не случится. Глядишь, и правитель бы услышал. Я настаиваю на этом. Галатам 5.1.13 Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос нам. И не подвергайтесь опять его рабству. К свободе призваны братья. Только бы свобода ваша не послужила поводом, не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг к другу. Сегодня слово любовь говорит совсем не о том людям. Понимает разврат. Дали свободу, перестройка. И что из этого получилось? Все бросили на то, чтобы развратить молодежь. И в алиологии, и какие-то курсы, и в школе что делают. От молодых ногтей. А есть возможность сохранить? Можно. Я знаю, в городах многие не стали давать детей в школу, по полной программе учатся на дому, и в день экзамена пришли, сдали, и все. Они сохранили детей своих. Я могу называть их по именам. Очень известные, всемирно известные люди. Известные даже президенту. И никаких претензий нет. На паспорт не разрешали сфотографироваться в платке. Мусульмане отвоевали нам это право. Сегодня любая женщина может на паспорте быть с платком. Прикрытая головным убором, как положено. Бери доброе отовсюду. Живи в свободе. 2 Тимофея 2, 26. Чтобы они, эти люди, освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. Нам кажется, ну, тут уступить немножко. Там, а вот и антихрист придет, ну, врежем ему тогда. А уже нечего обрезать. Уже давно-давно, 666 перед тобой стоит, и ты молишься неизвестно кому. Ты знай Слово Божие. Стой твердо. Малозначащие не спорь. Ученики Христова и Христос не спорили. Они возвещали истину. Спорит тот, кто ничего не знает. Я 50 лет миссионерствую. Имею, что показать. И скажу, что спорить никогда не надо. Нас Бог не послал. Написано, возвести истину. Знающий истину не спорит, а возвещает. Один раз, два раза. И отойди. Несей семени на почве. Даниила 5,21. А почему люди не хотят слушать? Написано, и сердце его уподобилось зверинам. Вот оно подобие. А вышел, посмотрел. Стоят небоскребы. Такие здания красивые. Я, мой разум. Мои архитекторы. И Бог сразу отнял разум. Будешь животными на коленях. И все, выгнали царя. И ходил, и бродил. Вы знаете, о ком речь идет. И пошло столько-то времен над ним. И он вернулся. И тогда осознал и воздал славу Богу. Лука, 20 глава, 35 стих. А сподобившийся достигнуть того века и воскресения из мертвых, не женится, ни замуж не выходит. Имеющий жену, будьте как не имеющие. То есть апостол Павел не ограничивается. Женишься, не согрешишь. Но! Такие люди будут иметь скорби по плоти. А мне, ваше жаль, уже свободы не будет. Почему в песнопениях даже поют. Я как ласточка свободная была, на свою беду тебя и пострещала. Вот как идет. Но если уже оказалась здесь, это не золото, серебро. Приложи все силы, чтобы оправдать это звание. Спасется через чедородие, если пребудет в вере и дальше перечисляется. Милосердие, в любви и воспитало детей. Деяние. Якова 3.9. Им языком благословляем Бога и Отца. Им проклинаем человеков сотворенных по подобию Божию. А почему нельзя, если он заслужил того? Апостол, пророк Псалампеевец Давид говорит, сказал безумие сердца своем, нет Бога. Христос называл их змей по рождению Ехиднина. Значит, надо знать, где сказать, употребить эти слова. Ну, а далее уже Господь покажет, какую силу имеют эти слова. Чтобы не было препятствия в молитвах. Когда человек молится, он брат вы. 1 Петра 17. Вот почему надо жить с женой в мире, дабы не было препятствия в молитвах. А где молитвы нет, там вопрос вообще не стоит. Там пророки жгли, только меж сверкал. Римлянам 6.5. Ибо если мы соединены с ним, со Христом, подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Вот это отче наш. В отче наш я нашел все заложено абсолютно, что есть в Библии. Мы должны признать, отец наш, сразу вопрос. А если он отец, а какой я ребенок? Я его дитё. А сегодня отцы, 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 везде отцы. А отцовство, настоящее, духовное. Только рождение от Слова Божия. Апостол Павел говорит, я родил вас во Христе Иисусе. Я, который отступил и Галат, он, я в муках рождения. В муках снова. Кто из священников сегодня может сказать? А если этого нет, по совести скажи. Тебя называют чужим именем. Ты не отец. Ты, может быть, настоятель храма. Ты, может быть, даже проповедник. Но если души нигде не обращаются, кого ты родил, покажи. Я отец. Женился, детей нет. Муж и жена. Но отцом тебя никто не назовет. Апостол Павел был неженатый и был отцом для многих. Вся вселенная склонилась перед ним. Вот если все это взять, свободным разумом проникнуть, то уже будешь думать, я тебя назову отцом. Но ты-то должен понимать, я не противодействую тому, что принято у нас. Я православный, принял все. Но за этим все у меня еще есть своя мысль. Моя личная. Я молюсь, Господи, положи им на сердце отца трудиться, проповедовать, чтобы они оправдали это святое имя. Епископ Владыка, положи ему на сердце, чтобы он был именно Владыка, чтобы не боялся мирским властям говорить. Не боялся сказать истину в глазах, придержащим века сего. Сказать, не боялся потерять благоволение, не дадут храмы строить, они не нужны. Вот патриарх, если бы приехал сюда, если бы, мне это задавали в университетах, где я имел занятия. Что бы вы сделали? Вот вы говорите, обречаете. Ну, первое, прекратить строительство храмов. Ни 200, ни одного. Заморозить все стройки. Первым делом выйти из долгов. У кого брали под кредиты, все строится. Тот только, у кого есть деньги, своей общиной построится. Далее, открыть сразу же свои печати, дешевле будет. Заполнить страну новыми заветами. Крупным шрифтом, с картинками, с иллюстрациями. Второе, третье. Тысячу училищ открыть в один день можно. Начать учить народ. Я говорю о том, что если. Я этим живу, я все время молюсь об этом. Но даст ли это Бог увидеть при моей жизни, не знаю. Исход 7.1. Господь сказал Моисею, смотри. Я поставил тебя Богом, фараону. А Аарон Брандт твой будет твоим пророком. Богом с большой буквы. Это вещь вообще невероятная. И мы не можем менять написанное в Святой Библии. То есть тогда, когда ты говоришь по правде, к тебе будут обращаться даже не как к пророку. А вопрошать как самого Бога. Спрашивает. Ну вот у вас опыт. А как лучше давать просто в своем изложении или считать? Отвечает. Только считать. А потом разъяснить. У меня было в камере, там и преподатель космонавтов сидел. И Саша, да мало ли, что бумага терпит все. Я свое. Уже на третий день они говорят, а что там у вас в книге написано? А дальше теперь каждый день пошли занятия по два часа. С двух этажей охранники будут слушать. То есть Слово Божие живо и действенно. Оно касается каждого сердца, кто бы он ни был. Деяние 14.11. И говорят, говоря по-леаконски, боги в образе человечески, в образе сошли к нам. Люди боготворяют очень легко. Только готовились побить и тут же, вот, ты должен это разрушить. Апостол Павел бросился в толпу. Что вы делаете? И мы тоже человеки. Богу поклонитесь, который все это сотворил. А тут принимается слава иногда человекам, как будто он в самом деле этого достоин. Иоанна 10.34. Я сказал, вы боги. Он назвал богами тех, которым было Слово Божие. И не может нарушиться Писание. Даже богами называет людей неверующих, потому что они руководители. Но Бог с маленькой буквы. И мы должны людям показать, что ты в названии-то Бог, а на самом-то деле есть такие кавычки. В Библии нет кавычек, оно дает размышления тебе. 2 Петра 2.19. Эти люди обещают вам свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Тление. От тления никто не избежал. Его могут вымачивать в разных мудрых растворах 80 лет. И боятся похоронить. Потом, что он тлеет, все время портится. Бог заложил, и не могут понять, почему, когда ни одного микробы тлитворного уже нету, все пропитано. Бог заложил. Бог заложил, и там тленная смерть. Она таится, и она найдет. Все нормально. Живет человек, раз умер. Почему? Предел положил Бог. Но если он был в свободе, истинная свобода, ныне отпущаешь, а раба твоего. Находясь на земле, мы обременены этим телом. И оно нас заставляет подлаживаться под многое, что нам не нравится. А вот этого не должно быть. Лучше отступись. Положи диплом. Пойди на простую работу. Но добейся того, чтобы свобода перед тобой сияла каждый день. В свободе призваны мы братья. Истина делает нас свободными. Поставь эту задачу. И жена может быть свободной. Свободной от притязания на ее власть, которая равна детьми. А у нас так. Написала даже патриархия письмо батюшке нашему. Большую букву. Ваше преподобие. Высокое преподобие. Что это такое? Подобие должно быть. А преподобие нет. А тут еще и высокое преподобие. То есть это уже выше Папы Римского. А он по ней знать не знает, какой он есть. Вот это название царь-сиятельство, князь там еще что-то. И добавляет, и добавляет все время-то. А у нас звание только одно. Христианин. И Пиктет, когда призвали на допрос, он сказал ученику своему. Давай отвечать одно. Кто вы такие? Христиане. Как твое имя? Христианин. Где живете? Христианин. Ну любой скажет, да они. Нормальный или нет? Самый нормальный. Не заботится о чем говорить. Они не знали о чем говорить. Но этим было сказано все. Когда спросили таких. Ну вам же давали жертву. А слуга говорит, они всегда собакам выбрасывали. Ах, вот как? То есть это можно избежать. Даже принять жертву. Все. Выкинуло. Хорошо, я исполняю, что требуется. Соблюдаю все правила. Я его назову, поздороваюсь. Но внутри я христианин. Я должен четко видеть эту грань. К свободе призвал нас Господь. Еще несколько моментов. Апостол Павел напоминает нам. Я считаю это того, чтобы могли посмотреть. И говорит, изберите. На простое дело раздавать хлебы. Кормить людей в столовой. Ну кто? Какие качества поставить? Да кого не ставь воровать будет? Все равно уворует хоть кусок хлеба. Они, говорит, изведанных в вере. Исполнены Духом Святым. Апостола. Деяния 6.3. И они поставили эту задачу. И избрали людей. Чтобы поровну делить. Оказывается, и там нужно изведанных Духом Святым. А у нас на патриарха избирают. И главное, чтобы было высшее образование. Тут они стремятся в академию. Ну хорошо, там доктор богословия. Все лечит. Чего они там? Доктора богословия вылечить не надо. Если он Бог ослов, то ослам он проповедует. А что делать? Изведанных Духом Святого. А кто будет изведывать? Ну если такой вопрос задан, значит закрывай лавочку, как говорится. Неужели во всей патриархии нет людей, которые могли бы понять, в Духе Святом это действует или нет? Чтобы было не меньше 25 лет канцелярской работы, там еще что-то, управление. Тогда по эту статью не попал бы ни один апостол сегодня нигде. Я просто даю наметку, о чем молиться, чтобы следующее избрание произошло в Духе Святом. Я не против. Всякую честь окажем патриарху. Но донесите это до них, что избрание это не лучшее. Что мы еще находим? Научиться Слово Божие исследовать. Павел говорит, исследуйте самих себя. В Тимофею, в 1 Тимофею 4.16 говорит, вникай в себя и в учения. Занимайся с ним постоянно. И поступая так, спасешь себя и слушающим тебя. А я Библию прочитал. Прочитать ты прочитал. Ян Златоус читает Деяния апостолов. Заголовок. Шесть проповедей полновесных. Я посчитал Златоусом, я его насчитывал. В среднем он приводит 70 мест из Священного Писания. 70 ссылок в одной проповеди. Да кто сегодня это будет говорить? А даже ни один сектант не скажет. Сразу утомились, уснули. Все, Слово Божие, мой скучный. Шестая глава, первый стих Исаии. Я говорю, что Слово его превыше всякого имени. По образу его сотворенные мы. И написано, в год смерти царя Озии видел я Господа Высокого Преразнесенного, сидящего на престоле. И там Херувима, и Серафима там воскресали. Свят, свят, свят. Вот это берут, а в год смерти царя Озии его никто не толкует. Я в ПМВ нашел Яна Златоуста. Шесть проповедей. Шесть проповедей. О чем можно говорить? А ты почитай сначала. Когда я читал, конспектировал, начитывал, я прекращал читать, выбегал на крыльцо, и хотелось крикнуть, слушайте, а жили в таком месте, ни до кого не кричишься. Послушайте, что Бог открыл. Потому что в это время царь Озия согрешил. Делал не то, что должно. Взялся за священническое дело Кадила. Бог покрыл его проказы. Это сектантство все попадает под эту проказу. Дафан Аверон и Кореи. Им это не дано. У них нет рукоположения истинного. Смысл-то в общем. Они этого не понимают. А прокаженных где должен быть? За пределами города. Но царя не выгодишь. Ему отдельно построили, или дали дом. И Бог отнял пророчество от всей страны. И от пророка Исаии не изошло ни одного слова. Вот может быть от чего у нас сегодня нет ни пророков настоящих, ни вдохновения. Начни эту конюшнюю Афгаю чистить-то. Начни хотя бы мысленно, потом кому-то скажи, от кого зависит. В год смерти царя Озия умер. И Бог сразу заговорил. Открылась возможность. Но это Бог. Бог не придирается. Это истина так. Иногда говорят, Бог всемогущий. Я говорю, Он все может? Все. Я говорю, не все. Не все. В Библии написано, Бог не может отречься самого себя. Не может. Бог не лжет. Всякая ложь от сатаны. Бог многого не может. Что нам свойственно. Но Бог не может еще и прощать грехи за так. Вот людям, что нужно главное сказать. Подобие его. А как так? Да так. Возмездие за грех смерти. Римном 6.23. И поэтому за каждый грех, за каждого человека он умер. И Отец Небеса не простил ни одному человеку вне Христа. Этого не было и быть не может. Это его свойство. Возмездие за грех смерти. А дар Божий. Жизнь вечная во Христе Иисусе. Римлянам 8.18. Господь напоминает людям, чтобы мы эту свободу, дарованную им в крещении. Мы перед крещением составили маленькие вопросы, кто приезжает креститься. Получил ли ты свободу? Когда я это писал, у меня таких размышлений тогда еще не было. Я скажу, какая глубина в Священном Писании. Я вел занятия в разных университетах в одном только 18 лет. И вступительное слово я всегда начинал после пения Царю Небесной. Теперь, когда один записывал, я сказал 60 проповедей. Растолковывая эту молитву. Почему? До моего там ничего не было. Я брал святых отцов. Святые отцы брали из Слова Божия. Да поможет нам Господь вернуть подобие Божие, служить Ему в подобии Его. И в конце жизни сказать, благословен Господь, который наделил меня Духом Святым. О чем так ратовал Серафим Саровский. Стижание Духа Святого. Аминь. Со строком Божьим верою приступите. Боже, Господи, я верю в Свою. Боже, Господи, я верю в Свою. Верую в Господи, исповедую я, как ты еси во Иисус Христос, Сын Бога, жива, добрый, шея, в мир, брешь и спасти. От них же первый есть ман. Ищет верую, я, как и си день, самое ты, чистое тело Твое, и си я самая, и чистая кровь Твое. Я молюсь обытие помилования и простения прегрешения, мое больное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно, причаститесь от святых, твоих тайн, Господи, в оставление грехов моих. И жизнь вечную, аминь. Вечерень Твоей нет тайны. Дни, Сыне, Божий, причастие, ко мне прияви. Ибо врагом твоим тайну повем, и лобзани эти дам, яку Иуда, на яку разбойник исповедую тебя, по имени имя Господи, во царстве твоем. На им судо львого суждения, будет мне причащение, святых твоих тайн, Господи, но исцеление души и тела. И очищаем тебя. Ощущается права ionя. Песня «Аллилуйя» 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 Субтитры создавал DimaTorzok